Все привет, ребят! Ну что, пришла осень, да? У нас снег, дождь, вот эта сляка, грязь, лужи на дорогах. Двигаешься на автомобиле и получается что? Это же все всегда летит куда? Именно на наше лобовое стекло. Стеклочтительные на «Жигулях» сами, знаете, ну, скажем, так себе работают. И поэтому, когда нам на лобови попадает грязь и вода, да, хочется же включить дворник, чтобы это быстренько все очистилось. Но здесь с этим небольшие проблемы. Поэтому что? Давайте-ка модифицируем маленько всю эту систему и сделаем самые быстрые дворники. Погнали! Продолжение следует... Ну что, смотрите, весь механизм был сюда установлен. Чуть-чуть там, слегка там, маленечко доработан. А, соответственно, с моторчиком, который все это дело будет вращать, да, тут пришли такие небольшие проблемы. Потому что, честно вам скажу, изначально вообще планировались поставить сюда что-то типа стартера. В общем, ну, нашли вот такой офигенный вариант. Шурик крутит классно. Управление подключено все на кнопочке, все работает, все замечательно. Скорость, с которой сейчас у нас работают наши стеклоочистители, обалденно высокая. Поэтому что? Давайте поедем на улицу и подтестим, как же все это дело будет работать. Ну, сымитируем так типа, как на дороге. Почему сымитируем? Потому что, скажу вам честно, пока тут все это дело собиралось, мы в Сибири живем. В общем, у нас все замерзло. Ну, ладно, грязь сымитировать мы в любом случае, в любой момент можем. И дождик тоже. В общем, погнали испытывать наши супер-мега-быстрые дворники. Так. Я понял, понял. Ну, все, все готово. Будем так сейчас сказать оболненный дождь. Ну, ох, нифига себе, ничего не видно. А вот так? Ну, так, честно скажу, тоже ничего не видно. Давай. Ну? Оба-оба-оба-оба-оба, нифига себе. Вот это, да, вот эта скорость, да? Главное, не делятся, они не улетают. Это прям очень весело. Мы тут перестарались маленько, нет? Давай. Вот, это у нас прям вообще ливень, смотрите. А что толку, когда такой ливень идет? Даже если дворники с такой скоростью работают, они все равно не справляются. Но хоть что-то иногда видно. Не, ну ты тут ценами целое устроил. Это нифига не дождь даже, блин. О, хорош, хорош. О, вот так будет вообще отлично. Так, сделается небольшую регулировку по скорости. Ну, это какой-то слабенький дождик. О, вот так, смотрите, работает прям 100% на ура. Ну, как слабенький, нифига себе слабенький. Нормальный такой. О, смотрите. Ну, кого? Ну, впереди все нормально, вижу. Они успевают все это дело смахивать, причем очень даже и быстро. Скорость, конечно, да. Такая, прям лютая. На жигулях такого, по-моему, никогда не было. Так, ну, значит, ну, с чистой воды это понятно. Они смахивают ее очень быстро. А, и очень даже эффективно. А вот теперь самое интересное. Надо сымитировать, что мы двигаемся. И в этот момент из-под, не важно, встречной или попутной автомобиля вылетает просто большое количество грязной воды. Вот мы едем, едем, едем. Бах, е-мое, что делать? А, у нас супердорники отработали просто на ура. Вот мы едем, едем, едем. Бах, е-мое, что делать? А, у нас супердорники отработали просто на ура. Вот так вот, оп, еще с крыши протекло, это хорошо, это нормально бывает, хорошо окатили, хорошо, прям замечательно Ребят, ну что, пришло время отдать новую тачку одному из вас С сегодняшнего дня совместно с компанией ВМП Авто мы запускаем ГИП в Телеграм И отдадим эту АКУ одному из вас Условия всего одно, быть подписанным на два Телеграм-канала Телеграм-канал ВМП Авто и Телеграм-канал Гараж54 И чтобы попасть в список участников, просто запусти бота, ссылочка будет в описании Нажми на старт и далее следуй инструкциям бота И чтобы удостовериться, что ты участник, нажми кнопку проверить в боте В общем, важно будет не только подписчикам, но и обязательно запустить бота Иначе бот не учтет вас как участника Так что вперед, запускай бота и жди 30 ноября для подведения итогов Вместе с автомобилем победитель получит целый пакет продукции от ВМП Авто, которой хватит на год В общем, все ссылочки в описании В этот раз все получилось, конечно, отлично, но вода не такая грязная была А что вода-то чистая была? Давай погрязней делай, конечно И все, видно, отлично Так, ну ладно, еще подотрем Давай! 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 В общем, он заранее-то включил их Ну, должен был увидеть, по идее, да, что летит там большой поток воды, только потом уже включать их А он врубил сразу, эх, жук какой, а! А, всем досталось А мне тоже маленько досталось, ничего страшного Вот, ребята, значит, все получилось Просто увеличили скорость работы стеклоочистителей, плюс поменяли сами щетки стеклоочистителей И все, и смотрите Ты только на кнопку нажал, а швырк там, блин, даже секунды не прошло У тебя раз, уже лобовик чистый, и ты прям все прекрасно видишь И это прям, ну, не чтобы он прям идеально, конечно, был чистый Но видимость уже более чем достаточная для того, чтобы если какое-то даже будет впереди препятствие Для того, чтобы его увидеть И отсюда, значит, нам уже какие выводы не давать? Что наши самые быстрые дворники, чуть ли не в мире, работают просто на 107% офигенно Можно сделать еще быстрее, вопросов нету Но здесь получается такой момент, что поводки уже старенькие, слабенькие И если мы делаем скорость быстрее В любом случае, хоть практически стекло у нас на жигулях практически ровное Но тут уже такой создается эффект, когда из, хотел сказать, из-за поворота Все, все, мы поняли Когда щетка выходит с радиуса, получается, что она вылетает с такой скоростью, что ее подкидывает И как раз вот это нужное место для обзора водителя Она не задевает, она просто, скажем так, пролетает его по воздуху Поэтому вот эта максимальная скорость для жигулей Подобрали, четенько, все работает, все здорово Поэтому, ребят, набегите себя, бегите, гружайте их Всегда наблюдайте за системой стеклоочистителя Особенно в такое время, то есть, ну, весна, осень, когда все летит из-под колес Когда все летит, вообще непонятно откуда Когда ты двигаешься по трассе, там, за большими автомобилями Там же вообще невозможно ехать Поэтому, а у меня на этом все Смотрите нас, подписывайтесь, если что-нибудь предлагайте Комментируйте, ставьте вот такие лайки Ну все, пока